А как тебе кажется, в рамках вот этого исторического голосования, получится ли продолжить процесс по отъему собственности и у российского государства, и у людей, которые с государством аффилированы за границей, и, соответственно, какие усилия нужно приложить? Это большой сложный процесс, потому что, с одной стороны, право собственности, которое имеет огромное значение в целом для Запада, для Европы и для США, а с другой стороны, это очевидные военные преступления, преступления агрессии, преступления против человечества и человечности, которые каждый день совершает Владимир Путин и его приспешники. Очевидно, что Владимир Путин прекрасно знает все строгие правила Запада и считает как раз их законопослушность и порядочность слабостью, в отличие от самого, который переписывает Конституцию под себя, который положил с прибором на все возможные международные конвенции, международные обязательства, в том числе, между прочим, на международные обязательства Российской Федерации, которое гарантировало Украине вместе с Соединенными Штатами Америки и Великобритании безопасность при соглашении о ядерном разоружении Украины. Поэтому здесь, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, безусловно, соблюдать и права, и все регламенты необходимы, именно в этом и есть сила Запада. Но, с другой стороны, очевидно, что если быть в белых перчатках на дуэли со шпагой, а напротив тебя человек с вилами, с топором, который тебе при этом бросает песок в глаза, орет, кричит, тебя отвлекает, использует какие-то запрещенные приемы, Ну, понятно, что в этом случае это не дуэль, это избиение Тузика Грелкой. Поэтому, конечно, Запад сейчас переформатируется, им понадобилось несколько лет их судебной системе, законодателям, следователям, разведслужбам, чтобы адаптироваться и приспособиться к вот этой вот гибридной войне, которую Владимир Путин объявил Западу. Конечно, они будут бить в том числе по финансам, по финансам этой мафии, которая обокрала Российскую Федерацию, российский народ и скупила огромное количество элитной недвижимости в разных странах мира, лакшери-курорты, супер-отели, самые большие виллы, самые большие в мире яхты и так далее. Конфискация и изъятие активов у Путина и его сообщников, как олигархов, так и спецслужбистов, это очень такой болезненный удар в целом по этой мафии, по системе Путина. Пока таких ударов немного, но они очень ощутимы, и Путин на них реагирует крайне болезненно. Я думаю, что чем дальше будет развиваться ситуация, тем больше будет таких решительных действий. А та законодательная база, которая принята в Соединенных Штатах накануне, несколько дней назад, она создает для этого в том числе платформу. И я думаю, что это такой важный шаг вперед по противодействию Путину и его режиму. Я на выходных почитал, что пишут по итогам этого голосования в Конгрессе российские зодопропагандисты. И, конечно, корежат пропаганду, чего только не предлагают, к чему только не призывают. Писатель Захар Прилепин едва ли непрямым текстом говорит о необходимости новой мобилизации. Ну, очевидно, что ответом, наверное, будет ужесточение милитаризации в России. И очевидно, что, наверное, сейчас в России нас ждет в том числе, возможно, усиление военной риторики и так далее. Россия будет готова, по твоим ощущениям, дать какой-то отпор, условно говоря, набирающий сил вместе с этой американской экономической помощью Украине? И к чему это, условно говоря, приведет? К мобилизации ли? К ужесточению этой воинствующей риторики? Хотя, казалось бы, куда уж более ужесточенно эту риторику пропагандировать каждый день с экранов телевизоров. Чего ты ждешь как ответа? В твоем вопросе упоминается Россия. Мне кажется, что чем больше я узнаю реальность и то, что происходит там, на той территории, тем больше я сомневаюсь в существовании вообще самой России. Я имею в виду ту Россию, которая прописана в Конституции, ту Россию, которая должна быть, по идее, демократичным, демократическим государством, где будут несколько разных ветвей власти, которые независимы друг от друга. В целом есть территория, которая порабощена российскими спецслужбами и путинскими олигархами. Сначала они захватили власть в конце 90-х над Федеральной службой безопасности, а потом начали использовать эту суперспецслужбу поэтапно для вербовки и подчинения себе судебной власти, законодательной власти, прессы и так далее. Кого смогли завербовать те внутри системы, кто отказывался, либо их выдавили из России, либо их просто посадили в тюрьму и убили. В целом мы имеем большое количество населения, больше 100 миллионов человек, которые находятся во власти силового блока. Поэтому, насколько для них принятые решения болезненные, ну очевидно, что будет у Украины больше вооружения, больше современного оружия. Значит, больше погибнет россиян на войне. Для Путина и для его системы какое-то количество, там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч россиян, которые погибли на войне, ему в принципе глубоко фиолетово. Для него россияне это такие солдатики, не знаю, там муравьишки, которые там наползают где-то на карте на западных границах. Какое-то количество их из черных превращается в красных и могилизируется. Он очень равнодушно относится в целом к потерям. И поэтому еще там бросить в противовес западной помощи еще несколько сот тысяч жизней россиян, для него это, ну извините, вот так вот, как два пальца. Вопрос, чем их вооружать, что им давать в руки, если для них пошитая в российских колониях униформа, и может ли Российская Федерация, производство военный, военпром, Северная Корея и Иран обеспечить их новыми снарядами. Но они над этим активно работают, там вся страна, все государство сейчас работает на войну, на результаты для Владимира Путина, абсолютно забывая про все остальное, ну и соответственно, как бы уровень образования, медицины, продолжительности жизни, безопасности граждан. Это все вещи, которые уже в России даже всерьез не обсуждаются. Поэтому здесь действительно я вижу такую большую проблему. У Запада есть определенная ограниченность в ресурсах в плане финансирования сегодня помощи Украине. Последние 60 миллиардов, решение по ним принималось несколько месяцев с трудом, и достаточно большие силы были вброшены для того, чтобы возник этот консенсус между частью республиканцев и демократами для принятия этого закона. Будет ли поступательная последующая помощь после этого? Мы ведь знаем, что уже больше двух лет периодически разные западные политики делают такие интересные заявления, ободряющие, оптимистичные о поддержке Украины, и о том, что вот-вот Украине передадут современные самолеты, новые системы вооружения, новые системы ПВО. Но пока, по крайней мере, мы еще не знаем ни об одной эскадрилье, не знаю, там, Арафалии, Миражей, F-15, F-16, Еврофайтеров или чего-то еще, что может летать и атаковать российские войска с воздуха. Поэтому мы видим, как огромная армия России сейчас наседает по всем фронтам на ВСУ. Ситуация на самом деле сложная. Я бы... И она в целом трагичная, потому что с обеих сторон погибает огромное количество людей. Только одни здесь герои, которые защищают свою независимость, свою родину, свою землю и будущее Украины. Демократичное европейское будущее. А другие действуют из-под палки или под швабры, под угрозой применения к ним швабры, кипятильника, пыток и так далее. В целом, либо там какая-то часть завербованная просто потому, что они нищие, бедные. И единственная возможность расплатиться с долгами – это вот пойти подписать контракт с Минобороны и с какими-то там квази-подразделениями, которые там якобы ЧВК. В целом, на мой взгляд, ситуация сложная. Но чем больше журналисты будут рассказывать правды о происходящем там, чем больше россияне будут узнавать о сути происходящего, тем больше, мне кажется, будет шансов, что весь этот морок, эта преступная агрессия будет остановлена. По крайней мере, нам точно не нужно никому не опускать руки, ни наоборот радоваться, что все хорошо, штаты выделили много денег и завтра Украина победит. Ситуация, еще раз подчеркиваю, сложная. И здесь важно без… по-русски скажу, да? Нужно прекратить все эти розни, склоки, обсуждение, кто правозащитнее, кто оппозиционнее, кто чище. Пришла пора к объединению и к созданию мощного сопротивления на международном уровне путинской агрессии. Речь идет и про российскую оппозицию, и про гражданское общество, и про тех, кто внутри России, внутри системы есть, и про Запад, и про Украину. А если мы все время будем устраивать какие-то там партсобрания, комсомольские собрания с тем, чтобы разбирать там грязное белье друг друга и искать причины для розни и для ссоры, там особенно вот как последние там несколько дней активно в Фейсбуке обсуждают фильм, проект Марии Певчих и ФБК и так далее. Но мне кажется, здесь ничего хорошего из этого не будет. Будем дальше топтаться все на месте, а в это время будут погибать украинцы, которые защищают свою землю, и россияне, которые участвуют в этой преступной оккупации. Я на эту тему хотел с тобой отдельно поговорить, потому что мне кажется, что ты как раз очень подходящий герой для того, чтобы обсудить вот эти вот склоки, которые идут последние дни вокруг фильма Марии Певчих, потому что в том числе и тебе приходилось переживать, условно говоря, вот подобное буйство эмоциональных срачей, называя вещи своими именами, по поводу своей персоной, по поводу деятельности Гулагу Нет. Я чуть-чуть попозже хочу к этому вернуться, потому что хочу еще одну тему коротко обсудить, а потом поговорим про фильм «Предатели», ужасно, меня корежит даже от одного названия. Я, насколько понимаю, ты уже упомянул пытки, которые угрожают тем людям, которые идут на войну, и они под страхом этих пыток, в том числе убивают украинцев. Про пытки хочу с тобой в каком ключе поговорить. Я знаю, что начался суд над людьми, которые пытали в саратовских тюрьмах, над этими садистами. Расскажи чуть-чуть подробнее, веришь ли ты в то, что суд этот закончится тем, что они получат по заслуге. Спасибо, Ринат, за этот вопрос. Действительно, хочется об этом рассказать большой и широкой аудитории. Надеюсь, это будет интересно, уважаемым зрителям и подписчикам. Завтра, 23 апреля, в Мособлсуде, в секторе А на третьем этаже, в зале под председательством судьи Козлова начнется большой судебный процесс над саратовскими садистами, в числе которых и полковник внутренней службы Павел Гаценко, и его правая рука подполковник Сергей Мальцев, который как раз на месте рулили более 10 лет пыточной туберкулезной больницей, куда людей привозили якобы на лечение, а на самом деле били, питали, насиловали, а некоторых и убивали. И также на скамье подсудимых оказались целый ряд КПО, внутрикамерных агентов, которые числились санитарами и медиками, получали от Российской Федерации заработную плату за якобы помощь медицинскому персоналу, а на самом деле были такими профессиональными палачами, садистами, убийцами и насильниками, которые по приказу вышестоящих офицеров, спецслужб ФСБ и ФСИН били, пытали, насиловали и убивали. Это знаковое дело, потому что мы пытались разоблачить пыточные конвейеры, начиная с 2012-2013 года, когда я еще жил в России, тогда я возглавлял рабочую группу по защите прав заключенных, теперь смешно подумать, при Государственной Думе, сейчас это в принципе невозможно, чтобы кто-то из независимых правозащитников заходил на охотный ряд, страна полностью изменилась, и то, что раньше казалось нам каким-то трактором и комбайном, превратилось в такой танк с кишками и кровью на гусеницах. И в общем, благодаря нашему другу, я считаю, герою Сергею Савельеву, белорусу Сергею Савельеву, который провел больше пяти лет в этих застенках ОТБ-1, причем он смог трудоустроиться в администрацию этой тюремной больницы, выполнял большую часть административной работы за персонал, и получив доступ к компьютерам, смог вовремя сообразить и скопировать, сохранить большое количество файлов страшных пыток, которые в последующем он привез нам сюда во Францию, мы их опубликовали, и это привело и к отставке директора ВСИН генерала ФСБ Калашникова, его первого заместителя, и к отставке начальника УСИН по Саратовской области, и к аресту вот этого садиста, начальника ОТБ-1 Павла Гаценко. С одной стороны, перво-наперво должен сразу сказать мою позицию, не мою, а нашу. Мы считаем, наша команда считает, что в России нету независимого суда, поэтому в любом случае каждый раз, когда мы так или иначе комментируем, давайте будем считать, что мы слово суд упоминаем в кавычках, потому что те же самые судьи, и судья Козлов в МОСОБО в суде, и те, кто над ним стоят в Верховном суде, это люди, которые достаточно давно и плотно сотрудничают с ФСБ, которые согласованы администрацией Путина и ФСБшниками, и, соответственно, шаг влево, шаг вправо, для них это будет расстрел или какой-нибудь там смерть по медицинским основаниям, поэтому они будут выполнять ровно то, что прикажут им со Старой площади и с Лубянки. Так вот, судья Козлову досталось к рассмотрению самое большое в России, я думаю, наверное, в мире уголовное дело о систематических пытках, насилии, изнасиловании и убийствах в тюремной системе. По крайней мере, за последние 15 лет, 100% это такое дело-чемпион, если хотите, или античемпион. Огромное количество эпизодов, десятки эпизодов изнасилования раскрыты благодаря архиву Савельева, десятки эпизодов превышения полномочий с применением насилия, подтверждены наши доводы о вымогательстве денежных средств у людей и даже раскрыты факты убийства, о которых мы еще несколько лет назад заявляли. И теперь уже мы точно знаем, согласно версии обвинения, что Гаценко и его приспешники не только пытали и насиловали, но и убивали людей, и при этом, будучи убийцами, они продолжали годами служить, занимать пост начальника пенитенциарного учреждения лечебного, имели власть над заключенными и притворяли в жизнь пытки. С одной стороны, это достижение, и многие считают, что это наша победа. С другой стороны, так как мы знаем все это изнутри и занимались этим независимым расследованием практически, наверное, теперь мы живем точно больше 10 лет, можно говорить, календарных, я могу сказать, что расследование в России было проведено не в полном объеме, оно не было объективным и всесторонним, потому что уголовной ответственности избежали целый ряд воскопоставленных сотрудников ФСБ, ФСИН и УФСИН по Саратовской области. В отношении них выделено уголовное дело в отношении так называемых неустановленных лиц из числа сотрудников УФСИН России по Саратовской области. В том числе в качестве подозреваемого фигурирует один из заместителей начальника ОСБ УФСИН Юрий Вдовин. Несколько ФСБшников проходят в качестве подозреваемых тех людей, на которых участники пыточного конвейера уже дали показания. Но пока по ним процессуальных решений не принимаются, и, соответственно, их крыша в управлении МФСБ России и в центральном аппарате ФСИН она их ограждает, защищает. Поэтому, когда мы смотрим на это уголовное дело, оно кажется нам, но если хотите, как угодно, давайте скажем так, это кастрированное уголовное дело. Потому что, согласно материалам дела, огромное количество разных здоровых людей отправлялись из разных регионов России, из разных тюрем в Саратовскую туберкулезную больницу, якобы для лечения, по фальшивым документам. Но при этом к уголовной ответственности не привлечены ни те, кто эти наряды подписывали из числа руководства ВСИН и оперативного управления ВСИН в Москве нажитный, ни из числа сотрудников ФСБ, которые за этим надзирали и контролировали функционирование ОТБ-1. Сейчас конкретно про отдел МФСБ по Саратовской области и М-щиков из центрального аппарата, которые занимались контрразведывательным обеспечением деятельности ВСИН и конкретно ОТБ-1 и препятствовали мне и на протяжении более пяти лет как раз инициировали различные хакерские атаки, уголовные дела против нас, пиар-атаки медийные, лишь бы только нас дискредитировать, забить с толку, отвлечь и сделать так, чтобы мы не раскрыли вот эти страшные секреты Лубянки. Также мы точно знаем, что один из заключенных, который был причастен к пыточному конвейеру, он дал показания под протокол о причастности к пыткам сотрудников ФСБ, он говорил о том, на нескольких страницах его показаний неоднократно упоминается вот эта аббревиатура из трех букв лубянских, но тем не менее этого человека каким-то образом до суда без приговора отправили на войну, где этот человек погиб и по сути дела они убили такого живого свидетеля, который давал показания против ФСБшников. Поэтому с одной стороны, да, на скамье подсудимых те садисты, которые в Саратове, в Саратовской ОТБ-1 рулили всем этим страшным пыточным конвейером, но никто из их сообщников и соучастников, из вышестоящего руководства по линии ФСИН и ФСБ не привлечен к ответственности, а это значит, что организаторы и заказчики этих страшных пыток продолжают проходить службу, имеют власть, полномочия и обладают всеми возможностями спецслужб. То есть фактически мы знаем, что в ФСБ и ФСИН служат садисты и убийцы. Более того, это теперь наше не просто предположение, домысел, гипотеза. Это установленный факт, потому что огромное количество теперь уже и украинских граждан, которые возвращаются из российского плена, они дают аналогичные показания тем, которые давали, например, по саратовскому делу пострадавшие. Они тоже рассказывают о страшных пытках, о садизме, о жестокости. И теперь мы знаем, что вот эти самые садисты, они остались у власти, они проходят службу на Лубянке и на Житной, и они теперь еще и курируют пытки в отношении украинских пленок. И это открывает возможность теперь нам, Международному уголовному суду, Международному трибуналу и нам, правозащитникам, совместно объединять усилия для того, чтобы разоблачать их и расследовать их преступления уже на международном уровне. Хотя еще раз подчеркну, мы готовим определенные архивы и материалы для того, что будет происходить после смерти Путина и после транзита власти. И в любом случае мы и на национальном уровне внутри России тоже будем организовывать полноценное комплексное расследование, а не только вот в отношении этих садистов, которые являются сегодня, ну если не стрелочниками, то по крайней мере так, исполнителями среднего и младшего уровней этой системы. Еще раз подчеркну, самые главные садисты сидят в высоких креслах, в больших кабинетах на Лубянке и на Житной и в Кремле. Вот, до них еще нам нужно будет дотянуться. Ну, надеюсь, что получится до них дотянуться, тем более, что, насколько я понимаю, расширяется в том числе и зона деятельности ГУЛАГу. Я не знаю, можно ли рассказывать об этом в эфире или нет, о том, что вы запускаете российско-украинский совместный проект. Если можно, то расскажи. Да, конечно, сегодня уже точно можно, Ренат. Могу рассказать? Да, расскажи про антигулаг, про российско-украинский проект правозащитный, потому что я думаю, что ты лучше расскажешь, чем я, потому что я знаю буквально пару деталей. Да, спасибо за эту возможность, опять же, на вашем канале рассказать об этом. Действительно, несколько месяцев назад мы пришли к соглашению с целым рядом журналистов и правозащитников в Украине об объединении усилий и о создании, запуске международного проекта, международного движения, правозащитного движения под говорящим названием «Антигулаг». Мы объединяем свои усилия для того, чтобы бороться за права человека в местах принудительного содержания. Мы хотим сделать все возможное, чтобы ни в Украине, ни в России права человека в местах лишения свободы систематически и грубо не нарушались. Последние несколько недель Украина, по сути, дала возможность нам беспрепятственно, без какой-либо там цензуры, предварительных согласований опрашивать россиян в украинском плену. Мне дали возможность с ними разговаривать без согласования заранее о каких-то вопросах, без цензуры, без ограничения по времени. Я задавал им достаточно большое количество вопросов, которые касались условий содержания. Мне показали, продемонстрировали, в каких условиях содержатся они в карантине, в отряде, где спят, как едят. Я с ними разговаривал и группами, и по отдельности. И здесь, конечно, большую роль сыграли украинский журналист, блогер Владимир Золкин и Алексей Ануля. Это наш друг, наш коллега, президент украинского фонда по помощи военнопленным. Сам человек, который побывал с марта по декабрь 2022 года в российском плену и подвергался жесточайшим пыткам в СИЗО-1 в Курске и в колонии номер один УФСИН России по Тульской области. И освободился на 30 килограмм легче, чем во время начала войны. Его очень сильно били, пытали. После освобождения ему чуть не ампутировали ноги, потому что они были в ужасном состоянии, были отбиты, были разрушены сосуды. Алексей Анули пережил на данный момент уже 17 операций по восстановлению здоровья. И вот он нашел в себе силы подключиться к этому проекту. И при том, что, наверное, 99,5% человек на его месте испытывали ко всем россиянам ненависть и хотели бы мстить. Алексей Анули в прошлом спортсмен, чемпион по кикбоксингу и Украины, и СНГ, и в Европе тоже выступал. Такой боец, закаленный очень сильный духом человек. И вот, в общем, несмотря на то, что он пережил жизнь, он нашел в себе силы подключиться к правозащитному движению и непосредственно ездить по колониям и по СИЗО в Украине, общаться с военнопленными, расспрашивать их. И для того, чтобы лучше узнать ситуацию там, в Украине, и для того, чтобы нашей аудитории, там, канала «Гулагу.нет», и в интернете, и в СМИ рассказать россиянам, как в Украине на систематической основе относятся к россиянам, к российским пленам. И в то же самое время, чтобы вот на фоне вот этого гуманизма и уважения прав человека, и соблюдения там на системной основе прав, показать, что Украина действительно это европейская страна, и в то же самое время обратиться к действующим сотрудникам СИН и ФСБ, показав им, какие стандарты есть в Украине, чтобы, в общем, чекисты и российские тюремщики каким-то образом переосмыслили и перестали верить вот этой вот глупой, зомбирующей их роспропаганде, настраивающей их агрессивно по отношению к украинским пленам, с тем, чтобы они тоже там как-то остыли, остудить их пыл, снизить уровень произвола, убрать вот эту вот систематическую жестокость и садизм по отношению к украинским пленам, с тем, чтобы они осознали, что вот так получилось, что в 21 веке, в 2024 году они являются самыми настоящими как раз вот гестаповцами, эсэсовцами, фашистами, которые мучают буквально украинских пленах. И это не наши, опять же, там, домыслы. У нас есть достаточно большое количество показаний и опрошенных после возвращения из плена граждан Украины, которые рассказывают приблизительно об одной и той же страшной системе. И у нас есть свидетельства и показания целого ряда сотрудников СИН, которых мы за последние два года вывозили, эвакуировали из России с тем, чтобы они имели возможность нам рассказать правду, рассказать правду журналистам, в том числе германского второго канала «ЦДФ». Вот в феврале они представили документальный сериал, где как раз было опубликовано свидетельство майора из отдела специального назначения спецназа УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Виталия Примака, который рассказал о том, что им приходится участвовать в фашизме, и вот он как раз отказался принимать в этом участие, покинул Россию и дает об этом сейчас очень важные и ценные показания. И таких офицеров достаточно много, которые на нас выходят. Кто-то из России с нами связывается и передает информацию, кому стыдно за то, в чем им приходится соучаствовать, они пытаются как-то это разоблачить. А кто-то просто запрашивает помощь в эвакуации, покидать территорию России с тем, чтобы в последующем давать показания в Международном уголовном суде, в Международном трибунале, независимой комиссии ООН и всем организациям, кто на международном уровне пытается раскрыть, осмыслить суть происходящего в российских застенках и осудить эти длящиеся преступления против человечества и человечности. Поэтому, да, наша основная цель – выровнять ситуацию, сделать так, чтобы на фоне того, как в Украине относятся к пленным достойно, чтобы в России прекратили людей бить, пытать и уж тем более убивать, чтобы, начиная с сегодняшнего, с завтрашнего дня, как минимум кто-то из сотрудников СИН и ФСБ, кто посмотрит эти видео, кто действительно оценит суть происходящего в Украине, чтобы они как-то либо меньше били, либо вообще перестали бить. Это первая задача – снизить уровень произвола, ограничить произвол российских силовиков. Задача номер два, конечно же, добиться обмена всех на всех и возврата всех украинцев в Украину, всех россиян в Россию. Ну и задача номер три, ну это уже такая программа максимум, не только для нас, но, мне кажется, для всего цивилизованного мира, это, конечно, прекращение войны, прекращение этой оккупации и возврат российской армии на территорию Российской Федерации, согласно международно признанным границам. Ну, это уже программа максимум. Мы сейчас на земле, мы правозащитники, и мы делаем свое маленькое, сложное, где-то там опасное дело, за которое нам будет прилетать со всех сторон традиционно, но, тем не менее, мы делаем то, что мы можем, чтобы хотя бы одного человека, кого-то спасти от пыток, чтобы кого-то не избили, кого-то не убили, кого-то не изнасиловали. В этом наша миссия, мы это стараемся делать уже 13-й год подряд, и вот, в частности, по теме защиты прав военнопленных, мы это делаем уже третий год подряд, как ГУЛАГу нет, и вот в рамках объединения с украинскими журналистами-правозащитниками, я думаю, что у нас, мы сможем действовать еще более эффективно, и еще будем вовлекать в это международное движение правозащитников и журналистов, и вообще любых неравнодушных людей из разных стран мира, и я думаю, что вот за этим движением Антигулаг большое будущее. Ты говоришь про чудовищное садиско-издевательское отношение российских силовиков, в принципе, там, людей чуть-чуть маленькой властью наделенных в России к украинским военнопленным, но я думаю, что важно и нужно в том числе говорить про чудовищное отношение не только к чужим, но и к своим на фронте, и очень много раз, и мы с тобой в том числе эти темы обсуждали, про издевательство над военнослужащими, которое происходит там, прямо на линии фронта, условно говоря, над мобилизованными, над сотрудниками ЧВК и прочее, прочее, прочее. Ты говорил с военнопленными, у тебя свежи воспоминания об этих разговорах. Продолжаются эти издевательства? Над своими тоже издеваются? Они садисты даже на войне? Сто процентов именно так, все это продолжается. Конечно же, помимо вопросов об условиях содержания в украинском плену, в их СИЗО и колониях я задавал вопросы о том, что они видели своими глазами, когда они сталкивались с насилием в российской армии. И достаточно большое количество пленных не побоялись и рассказали о том, что они видели, как били за невыполнение приказа, как, но сейчас это слово уже так вошло в обиход, хотя не хочется его произносить, но обнуляли, по-русски убивали военнослужащих за отказ выполнять приказы. Один из них вообще рассказал, что когда их привезли, выстроили 100 человек, вновь прибывших новобранцев, и перед ними двоих военнослужащих просто расстреляли за то, что те нарушили какие-то внутренние кодексы, правила, отказывались выполнять приказ. То есть вот эта вот система применения насилия и даже в несудебных казнях она сохраняется в российской армии, это страшно. Но еще, наверное, более страшно и то, что другая половина россиян в плену, они побоялись честно отвечать на вопросы и попросили снять эти вопросы или даже не публиковать с ними видео наших разговоров. Потому что они опасаются, что, вернувшись в Россию, их посадят на длительный срок, подвергнут пыткам или убьют. То есть получается ситуация, когда они с оружием в руках пришли в Украину из-за каких-то там своих аргументов, кто-то под воздействием Роспропаганды, кто-то из-за денег, кто-то из-за обмана, обещали отправить на стройку, отправили с автоматом в руках на передовую. Но очень многие из них опасаются, что когда они вернутся в Россию, в отношении них будет применены пытки и жестокость просто за то, что они рассказывают правду. То есть россияне в украинском плену чувствуют себя свободнее и безопаснее при разговоре с правозащитниками и журналистами, чем в будущем на свободе в своей стране. Это как раз говорит очень многое о режиме, который установлен в России и говорит о том, что, конечно же, ситуацию в России нужно менять, а не с оружием в руках идти в чужую страну, которая выбрала европейский путь развития. А как тебе кажется, в головах у этих людей, может быть, ты это почувствовал, увидев в глазах их, что-то перещелкнуло, вот сейчас они по-другому смотрят на себя в моменте решения отправиться на фронт. Они иначе отвечают себе на вопрос о необходимости этой войны. Что-то происходит в их сознании? Почему я спрашиваю? Потому что если у них это может перещелкнуть, может быть, может перещелкнуть и у других людей в России, которые остаются, которые, может быть, не пошли воевать. Возможно там поменять? Мне кажется, что после общения с нами, мы не только общались с ними, мы еще и показали им 5 минут короткую нарезку наиболее таких лайтовых кадров из российских пыточных, чтобы они просто понимали и имели возможность сравнить отношения к ним в Украине и просто отношения в России к российским заключенным и к украинским пленам. И когда они увидели, что происходит там, в застенках, очень многие из них просто, во-первых, не могли смотреть, отводили взгляд от экрана, там, видео буквально на 5 минут, но им было очень больно, очень неприятно осознавать, что они воевали за страну, которая на самом деле на системной основе людей насилует, пытает, мучает и убивает. И при том, что не было никакого давления на них, при том, что ни в помещении, где происходил этот опрос и разговор, ни за дверью не было каких-то там спецназа, оперативников и так далее, на них не было точно никакого давления. Ни один из них не сказал, что он правильно сделал, что пришел с оружием в руках в Украину. Половина просто хотели вернуться и больше никогда не возвращаться на войну, а половина, у них менялся взгляд, у некоторых появлялись слезы в глазах, горечь, начинал дрожать голос, когда они об этом говорили. И многие из них достаточно искренне приносили извинения Украине и украинцам, они от себя хотели это озвучить. И практически все они записывали видеообращения с призывом к таким же, как они в России, чтобы те смотрели на их опыт, на фактическое обстоятельство дел в Украине и в России, и чтобы не принимали участие в этой войне. И мне думается, я надеюсь, что нас международное сообщество поддержит вот в этом проекте, и таких видеоразговоров станет больше, когда будет дана возможность тем, кто побывал в российской армии, а потом в украинском плену, рассказывать правду и говорить то, что они думают. И я еще раз подчеркну, я надеюсь, что со временем и в России, хотя бы в противовес нам, в пику нам, в России додумаются до того, чтобы прекратить бить и питать и пустить к ним, пусть не независимых правозащитников и журналистов, но хотя бы каких-то госправозащитников, которые хотя бы будут минимально их посещать. И в эти самые моменты посещения перед этим и после этого будет снижаться уровень пресса, прессинга в отношении украинских пленных. Степ-бай-степ, мне думается, что ситуацию возможно поменять, хотя, конечно, хотелось бы все сделать здесь и сейчас за один день, но еще раз подчеркну, у нас волшебной палочки нет, мы самые обычные люди, и только на нас наезжают в сто раз больше со всех сторон, чем на всех остальных. А как тебе кажется, удается достучаться до людей в России? Почему я об этом спрашиваю? Вот есть, например, у вас такие примеры, когда человек, ну, собирался на фронт, увидел, наткнулся на какие-то кадры, и такой, я спрошу, я вот напишу вам, каким-то еще правозащитникам, и просто спрошу, а правда то, что вы показываете? Я побаиваюсь идти на фронт, а действительно, если я отслужу потом и вернусь в Россию, потом меня сама же, моя страна, моя родина не примет, и я также точно отправлюсь в колонию и буду изнасилован сотрудниками всех. Есть те люди, которые задумались, благодаря вот таким вот роликам, которые обратились к вам еще до отправки на фронт, собственно? Есть достаточно большое количество людей из числа военных и из тех, кого хотели мобилизовать. Кто-то из России с нами списывался, кто-то уже уехав в какие-то страны, типа Армении, Казахстана, Киргизстана и так далее, кто-то уехав в Европу с нами связывался, кто-то из Соединенных Штатов Америки с нами связывается и сообщает о том, что запросил политубежище и не хочет возвращаться в Россию, кто-то внутри России каким-то образом пытается саботировать и не участвовать так или иначе в этой преступной войне. Большое количество. И мне кажется, что их процент понимающих, осознающих, не желающих принимать в этом участие будет только увеличиваться. Достаточно вот последние примеры перед глазами. Семья прокуроров, которые тоже уехали из России, связались с нами, рассказали о том, что им известно. Они отказались ехать на оккупированной территории, принимать участие в работе в качестве прокуроров районов, начальников следственных отделов и так далее. То есть и для простого человека все уже для многих очень понятно, и уж тем более для тех людей, которые внутри системы. При этом не нужно исключать силу воздействия распропаганды. То есть все-таки интернет в России смотрит какое-то количество процентов, 5-10-15 процентов. Большее количество людей среднего возраста, пожилого, они все равно гораздо больше смотрят российские зомбоящики, российскую распропаганду по телевидению. И осознают все уже как раз, когда оказываются на передовой, на линии соприкосновения, когда понимают, какое количество людей погибает. Вот один человек возрасте из Башкирии, он рассказал, что их там заманивали якобы на стройку в Крым, потом в результате уже привезли, переодели, отправили как солдат. И из их подразделения там 3 группы по 100 человек, в живых осталось меньше 30 человек, а больше 260 остались погибшими 200-ми на поле боя. И вот он рассказывал о том, что да, очень многое там они осознали и поняли. Но еще раз подчеркну, Роспропаганда делает свое отравляющее дело. Именно поэтому очень важно к Роспропагандистам, которые прокачивают россиян, обманывают их и озлобляют, в отношении них необходимо принимать такие же решительные кардинальные действия по привлечению к ответственности, как и в отношении тех, кто непосредственно совершает в зоне боевых действий военные преступления и преступления против мирного населения. Потому что опасность пропаганды вот этой военствующей, она очень серьезная. Но пока, кроме того, что у нескольких из них там отобрали виллы и чьи-то ютуб-каналы снесли, больше мне ничего не известно, что в отношении них серьезного предпринято на международном уровне. Хотя еще раз подчеркну, они толкают неокрепшие умы малообразованных, бедных россиян в топку войны. Большая часть из них, конечно, уже не вернется. Там погибает, естественно, без боевого опыта и в возрасте, когда они там даже толком бегать не успевают и не могут в силу 50-60-летнего возраста. Ну вот, а те, кто выживает, вот потом уже в сердцах нам это рассказывает, кто-то со слезами, кто-то со злостью, сжимая кулаки. Но факт, конечно, да, трезвеют и понимают, как правило, уже там, на передовой. Но есть еще раз, да, какой-то процент людей, которые умеют анализировать, имеют критическое мышление и имеют возможность уехать. Такие тоже есть. А есть те, которые от безнадеги. Наша горячая линия полна запросов от обычных людей, которые не являются какими-то важными, ценными свидетелями для международного расследования, которые не обладают ни загранпаспортом, ни финансами, ни ресурсами, просят помощи. А наши ресурсы, мягко говоря, очень скромны. И мы не можем, конечно, всем помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!